Питание школьников – вопрос, требующий постоянного внимания. Необходимо, чтобы горячие обеды были доступны вне зависимости от того, в какой школе учатся дети. Депутаты Госсовета Чувашии, представители исполнительной власти республики, контролирующих органов, побывали в нескольких учебных заведениях республики и познакомились с организацией процесса. Второклассники Атлашевской средней школы в столовую ходят с удовольствием. Я люблю больше всего гречку с котлетой. Когда я сытая, мне хорошо и весело. В Атлашевской школе за организацию питания отвечает местная агрофирма. До Нового года обходили собственными запасами овощей. Весной стали закупать у оптовых поставщиков из Маргаушского района. В Чебоксарах в большинстве школ питание отдано на аутсорсинг. В одной кормят детей самостоятельно. Всего в Чувашии горячее питание получают более 60 тысяч школьников. Только в 2020 году на обновление оборудования, ремонт столовых и пищеблоков направлено более 270 миллионов рублей из-за республиканского бюджета. В дни осенних каникул для директоров школы, заведующих производством, были проведены обучающие семинары, на которых обсуждались вопросы формирования школьного меню и финансовых механизмов организации питания. Качество обедов проверяют регулярно. В прошлом году прошло более 300 проверок. Проблема остывших блюд была зафиксирована в трех образовательных организациях на линии раздачи. И на столе у школьников в восьми образовательных организациях. Но к данным учреждениям приняты меры по усилению штата работников пищеблоков, занятых на раздаче пищи. В Минобразовании Чувашии работают над стандартом по организации горячего питания. Он позволит определить и ответственность за качество еды. Сейчас за все отвечают руководители школ. Где граница организации питания? Конечно, мы отвечаем за режим, за чистоту в самом зале, за то, чтобы питание не было холодным. Но сегодня мы еще отвечаем, что происходит в самих цехах. На совещание подняли и вопрос стоимости школьных обедов. Сейчас бесплатное питание для одного ученика начальной школы обходится в 55 рублей 20 копеек. Сумму утвердили еще в прошлом году. Но за это время цены на некоторые продукты серьезно выросли. Если посмотреть на сегодня, у нас за это время курица, тушка, цыпленка выросли на 42%. Яйцо на 60%, сахар, песок 50%, крупа, гречни 22%, картофель 2,2%. Я могу этот список еще продолжить. Никакой компенсации этих расходов, пока даже разговора нет и речи нет. У нас на сегодняшний день на шестоловых фактическая стоимость получается не 55-20, а где-то уже за 60 рублей. 65-66 рублей. Пока работаем в убыток. Но мы понимаем важность обеспечения школ, важность выполнения решений нашей федеральной руководции. По итогам совещания будут выработаны рекомендации для совершенствования организации школьного питания, чтобы задача решалась комплексно и системно для всех муниципалитетов. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика.